Всем привет! Меня зовут Селена. И сегодня я снимаю свой отчет в СП. Больше, чем просто большая Юлия Неминской. А я, наверное, уже надоела своем видео о отдыхе. И вот, наконец-то, я уже дома и пришла к вышивке. И вот сегодня я снимаю свой отчет по поэтическому салону от СТ. Если честно, я сама удивлена. Но вышла я больше, чем думала. Намного больше. Думала, что ничего не вышлю в этом месяце. А получилось очень даже ничего. А я вышла за этот месяц 5582 крестика. И вышла уже 39,9%. Почти 40. Более того, я вышла вот этот участок весь. А я вышиваю уже, получается, вверх картины. И появляется как бы такая некая завершенность. И я вот даже не поленюсь, а чуть позже я картину разверну. Ну, что я могу сказать? Я думаю, вы сами видите, что получается очень-очень и очень даже красиво. Весь этот верх, эти колонны смотрятся бесподобно. Вот я вам даже покажу сейчас. Вот. На картинке они более блеклые. Вживую же они намного-намного красивее, более яркие. А вот я думаю, что в следующий раз уже закончу эту ширму и пойду вверх и закончу колонну. А потом уже сделаю лицо девушки. Вот хочется мне его сделать, но я понимаю, что он не будет таким красивым, если не будет вышло все вокруг. Хотя, опять же, возможно, сначала я сделаю колонну до половины и захвачу девушку. Ну, однозначно получается очень красиво и намного лучше, чем на превью. Цвета более сочные, более яркие, более насыщенные. И, кстати, если вы думаете, что здесь было меньше одиночек, то нет. Одиночек было, как всегда, немерено. А вот единственное отличие, вот в этом участке, вот здесь, в этой стене, одиночек намного меньше, то нет. Я тоже так думала. Оказалось, все совсем не так. Фактически, вот в этом участке одиночек столько же, сколько и везде. Есть различие, что появляются символы, которых много. Может быть, символ, на участке, который я вышиваю, скажем, не 20, 30, 40, 50 штук, а даже 100, 200. И даже вот одного было 300 штук на квадрате, которому я вышивала. Но, но, возможно, этого одного символа и было много, но одиночек было столько же, сколько и везде. Фактически, вот я беру участочек, но обычно это клеточек 5 на 7, вот так вот где-то. Как всегда, было около 150 одиночек. Я уже их особо не смотрю и не считаю. В среднем, получается, вот на каждом листе где-то вот так вот их есть. Более того, чем сложно вот ее вышивать, здесь нет практически ровных линий. Ровные линии более-менее были только вот в этом участке. Вот здесь и вот здесь. Ну и, возможно, буквально парочку встречалось вот здесь, вот немножко ровных линий. А в основном это не просто шахматка, это просто разбросанная символа. Именно разбросанная. Вот вышиваешь символ, смотришь, на листе его вроде бы как и аж целых 100 штучек. Много. А фактически оно все полностью так разбросано, что крепление, опять же, немерено. Но, тем не менее, все равно самая сложная сейчас картина, вот на мой взгляд, была все-таки не здесь, а вот здесь, вот здесь, вот здесь. И еще очень-очень сложная часть. И также лица. Это даже не волосы, а сами лица. И вот это платье, вот здесь в особенности. Вот этот участок. Там не просто одиночки, там сплошные одиночки. Но, несмотря на все это, как вы видите, получается не просто красиво. Получается просто грандиозно, просто великолепно. Это мне очень нравится. И так я сделала уже достаточно много вот сверху. Ну, как бы завершу, значит, картина. И вот сейчас я, как и обещала, не поленюсь. И эту картину немножко разверну, чтобы показать ее низ. И чтобы вы поняли все мои восхищения. Это все немного сложно. Но, это даже не здесь, а там открою. Не знаю, как буду показывать, конечно. Честно скажу, не знаю. Но мне уже все очень-очень и очень нравится. Посмотрите. Даже не так, вот так посмотрите. Все сразу показать не получится. Слишком большая. Какой свет тут лучше. Поэтому сначала смотрим низ. А потом покажу еще раз вверх. Вот так вроде лучше. Красиво. Не просто красиво, а грандиозно. Посмотри, какая красота. Какая она огромная. Какая она красивая. Три платья, ковер, девушки. Мне очень-очень-очень все это нравится. Как мне это все нравится. Вы не представляете даже. Сейчас вечер. Освещение далеко не самое лучшее. Хоть я снимаю с лампой сейчас. Но все равно. Не думаю, что камера все передает то, что вижу я. Вот такой получается вверх. Платье. Вот этот узор на платье. И вот вторая ее часть. Вот так вот. Не влазит все, конечно. Вот так вот более-менее видно. Ой, ну как вам? Мне нравится. Вот знаете, такое желание есть. Как можно быстрее ее вышить. Если бы еще время было. Хотя вот честно скажу, наверное, эта картина – это самая сложная из тех, что я вышивала. Тут действительно очень много одиночек. Все сложно. Но поверьте, она того стоит. Неимоверно красиво. Хотя, наверное, могу еще вот так показать. Наверное, это будет самый лучший ракурс. Дело в том, что с рамы я снимаю, не хочу отшивать, не буду. А вот так ее видно всю. Ну, лучше так, чем никак, согласитесь. Вот довышиваю, вот эту треть, вот этот кусочек. А оно и дальше, скорее всего. А сколько лезть на станок. И вот потом сниму. Я ее пришивала целый день тогда, помню. Не хочу отшивать. На этом, наверное, буду заканчивать. Сегодня я вас уже больше ничем не удивлю. Здесь уже удивлять просто больше нечем. Картина просто невероятно красивая. Думаю, что вы и сами это видите. Очень красивая. Картина огромная. Напомню, что это только ее треть. Треть картины. Дальше будет еще одна девушка и еще молодой человек. Вот так вот тремя кусками я буду вышивать. И два из них влазят на станок. Поэтому снимать не буду. Так что я буду прощаться. Кто не подписался, подписывайтесь. И уже в самое ближайшее время, думаю, что в ближайшую недельку я вам покажу мою уже оформленную маркизу. Я ее уже забрала. И поверьте, она тоже очень красивая. Тоже от СТ. Красота неимоверная. Так что не прощаюсь. И всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok